Всем привет, добро пожаловать обратно на LinguaTripTV. В этом видео вас снова ждет схема, но в этот раз она для начинающих. Как с нуля дойти до среднего уровня, до уровня ведения разговора, до уровня понимания контента на английском языке? Все здесь, вот прямо здесь, и теперь это у вас на ваших экранах. Если вы готовы, начинаем. И первый очень важный шаг — это формулировка цели. Это должна быть какая-то ваша личная эгоистичная цель. То, чего вы сильно хотите, то, что вас очень мотивирует и оставляет вот это, знаете, чувство в вашей груди, когда вы думаете об этом. Это ваша эгоистичная цель. Это не просто полезно, это не вдруг пригодится, это не для общей образованности моей, нет. Это для чего-то конкретного. И что это такая за цель? Это решать вам. И вы можете ни с кем не делиться этим, если это ваша, это ваша цель. Может, у вас есть возможность зарабатывать больше, и английский язык вам поможет с этим, но вам стыдно в этом признаться, не обязательно никому говорить. Просто поставьте ее для себя, знайте и помните ее всегда. Именно это как раз-таки поможет вам не сбиваться с курса. И когда все становится чуть сложнее, это поможет вам держаться и продолжать делать прогресс. Шаг номер два. Это базовая грамматика и какие-то базовые популярные слова. Конечно, учить язык сложно без грамматики и слов, поэтому это очень важный шаг. Я составил для вас список грамматических тем, на которые вам стоит обратить внимание. И это, конечно же, артикли, это части речи, какие они бывают, для чего они нужны. Построение предложения. Это абсолютно простая структура построения предложения. Время present simple, время present progressive, конструкция there is или there are. Время future simple, с конструкцией to be going to. Время past simple, время past progressive. Неправильные глаголы, время present perfect, модальные глаголы, предлоги, предлоги времени и предлоги места. Сравнительные формы прилагательных. У нас есть big, но что-то может быть bigger, а что-то может быть the biggest. Что это такое и как этим оперировать. Conditional, условные предложения. Passive voice, пассивный залог, страдательный залог. Это те базовые темы, которые помогут вам строить свои мысли и выражаться. А если вы думаете, ну а где же их взять, не переживайте. Мы об этом позаботились за вас. И у нас есть целый курс, который называется от elementary до intermediate. Как раз таки, в принципе, то, о чем мы с вами сейчас говорим. Мы делаем эти шаги для вас очень легкими, мы собрали эту информацию уже за вас. И все сложили в одно удобное место. Поэтому, если вам интересно и если вы хотите заниматься с нами, то я оставлю ссылку в описании под этим видео. Что касается базовых слов, это будут все часто употребляемые слова. Очень много видео в интернете на эту тему. Есть также статей и разных сайтов, где есть список из, например, 100 самых часто употребляемых слов в английском языке. И там элементарные слова. I, you, and и всякое такое. Эти списки немножко банальные, но это как раз таки то, что и нужно. Это база, это базовые слова, без которых вы не построите ничего дальше. И у нас на курсе, конечно, это тоже есть. И мы двигаемся на третий шаг. И третий шаг это популярные фразы. Конечно же, легкий способ войти в разговор на английском языке, это заготовленными, заученными, сразу за вас построенными фразами. Даже если вы не совсем вникаете в грамматику этих фраз. Неважно. Просто есть фраза, вы знаете, что она означает. И потом зацените, когда вы доходите до этой грамматической темы, у вас сразу щелкает. Вы говорите, вау, я уже пользуюсь этим. Но я не знал, что это вот present perfect, например, время. Круто. И больше связи и больше ассоциаций у вас вырабатывается, тем самым грамматика заходит чуть лучше. И я вам сейчас подарю 10 прикольных фраз, которыми вы должны пользоваться уже сейчас. Ну, во-первых, hi или hello, my name is. Привет, меня зовут. И вставляете ваше имя. Hi, my name is Steve. Номер два. Nice to meet you. Приятно познакомиться. Nice to meet you. Nice to meet you. Where are you from? Откуда ты? Из какой страны ты? Или откуда ты? Из какого города? Where are you from? Откуда ты? Where are you from? Thank you. Спасибо. Или thank you so much. Огромное спасибо, спасибо большое. Thank you so much. Excuse me. Извините. Это предупреждение, когда вам нужно там пройти где-то или там что-то, кому-то доставить какие-то неудобства. Вы говорите excuse me как предупреждение. Excuse me. Excuse me. I'm sorry. Это вы уже после этого факта извиняетесь. I'm sorry. I'm sorry. What do you think? Спрашивайте мнение человека. Это важная фраза. Как ты думаешь? What do you think? What do you think? How does that sound? Тут вы тоже спрашиваете мнение человека, но что-то связано с тем, как что-то звучит. То есть я вам сейчас говорю, пойдемте поедим суши. How does that sound? Да, что вы думаете об этом в плане того, как этот план прозвучал. How does that sound? И вам в ответ скажут, sounds great, sounds good, если им эта идея нравится. How does that sound? How does that sound? Never mind. Отличная фраза, недооцененная фраза для учеников английского языка. Never mind значит типа забей, забудь. Never mind. Never mind. Я уже не хочу об этом разговаривать. Never mind. Never mind. И последнее. What do you mean? О чем ты говоришь, что ты имеешь в виду? What do you mean? Время. Я уже вам говорил, что у нас на канале много разных видео с различными фразами. Учить фразами это очень-очень круто, поэтому не стесняйтесь. Они сразу собраны и существуют уже. Зачем изобретать велосипед второй раз? Ну и двигаемся с вами на четвертый шаг. Очень важный шаг. И это практика. Начинайте постепенно погружаться в англоязычный контент. Я знаю, это будет очень сложно. Вы можете начать потихоньку и смотреть, например, с русскими субтитрами. Но чтобы хотя бы слышать речь, это важно на первых шагах. Потом постепенно переходите на английские субтитры. Потом вы даже не заметите, как субтитры вам вообще не будут нужны. Но практика включает в себя четыре очень важных ключевых аспекта. И это у нас аудирование, это чтение, это письмо и это говорение. Это способы использования английского языка в целом. Аудирование, чтение — это восприятие. Письмо, говорение — это создание самого языка. Все эти аспекты важны. Ни один из них не является важнее другого. Они все равносильные. И они все должны существовать в гармонии и в балансе. Поэтому аудирование, как я вам говорил, слушайте речь, чтение, читайте. Даже если будет сложно, читайте, анализируйте, разбирайте текст. Чем больше вы это делаете, тем легче это будет становиться. И это относится ко всему здесь. Старайтесь писать больше. Старайтесь писать что угодно. Даже когда вы просто проходите уроки или учите грамматику, учите слова, пишите как можно больше. Старайтесь не печатать сильно, потому что автокоррект — это мощь, это сила. Это, конечно, очень круто, но оно не помогает в изучении самого правописания и в практике просто того, как писать нужно. Ну и говорение. Я рекомендую всегда найти кого-то, кто на такой же стадии, как вы, учит английский. Не учитель, не носитель, ради бога, а такой же, как вы, студент на похожем уровне. Вы будете вместе обмениваться вашим опытом, практиковать эти темы и вместе будете заниматься разными вещами. У всех есть свои сильные стороны, у всех есть свои слабые стороны, и вы будете друг другу помогать. И это очень продуктивная практика, очень продуктивное отношение в целом. И это на самом деле очень важно — чувствовать поддержку и знать, что есть хотя бы хоть кто-то, кто вас понимает. Ну и вот и все. Следуя этим шагам и делая все, о чем в этой схеме нарисовано и написано, вы сможете с нуля дойти до среднего уровня. Уровня, на котором вы сможете уже общаться, понимать, потреблять контент на английском языке. И дальше открываются уже новые двери, дальше уже продвинутый уровень, и там уже совсем другие понятия, совсем другие вещи. Поэтому вот, пожалуйста, пользуйтесь на здоровье. Я напоминаю, если вам интересно и вы хотите сделать это чуть попроще для вас, то ссылка на наш новый поток от Elementary to Intermediate сейчас в описании. Ну и как всегда, с вами был Веня Пак, вы на канале LinguaTripTV. Учитесь, занимайтесь, работайте, work hard, как говорится, и мы увидимся с вами в следующем видео. До свидания.